Друзья, добрый день! Всем большой привет! Всех приветствую на цикле вебинаров «Оставайтесь в бизнесе», который проводит компания 1S Bittrex. Меня зовут Михаил Беляев. Я руковожу представительством 1S Bittrex в Санкт-Петербурге. Сегодня буду модерировать вебинар. Немножко расскажу порк моментов, маленькое вступление перед тем, как мы с вами начнем. Итак, вебинар у нас длится 1,5 часа с 11 до 12.30. Будет состоять он из двух частей. В первой и во второй мы поговорим о маркетинге, но с немножко разных точек зрения. Чуть-чуть назад, делая шаг, скажу, что цикл вебинаров сегодня третий из пяти. «Оставайтесь в бизнесе», он про то, как компаниям пройти непростое турбулентное время, выйти с плюсом из этой ситуации, насколько это возможно для каждой отрасли, найти какие-то интересные для себя фишки, поймать волну, увидеть волну, что меняется, и поймать ее, и остаться на ближайшие несколько лет, на большой срок дальше через несколько лет, на плаву, чтобы все было хорошо и красиво. Мы смотрим в этом цикле с разных сторон на бизнес. Мы смотрели уже с точки зрения продаж, с точки зрения финансов, и сегодня день маркетинга. Итак, сегодня мы будем говорить про то, каким образом изменилось поведение пользователей, вообще, что они начали делать, или что они стали делать во время карантина, и что они будут делать после него. Как отозваться на этот тренд, как увидеть, что меняется, и как этим воспользоваться. Вот такая первая часть будет у нас в вебинаре. И вторая часть мы поговорим про технологии. Мы поговорим, что можно делать с трафиком, который из маркетинга пришел к вам, насколько он качественный или не очень качественный, как это проверить в цифрах, а не на ощущениях. Мы поговорим о том, что будет с этим трафиком, как только он пришел, как его обработать и повысить конверсию, ну или следить за этой конверсией, смотреть больше она, меньше она, как на нее влиять. Мы поговорим, что с этим трафиком, с этими пользователями можно сделать потом, после первой продажи, успешной, либо неуспешной сделки. Посмотрим это на примере Bittrex24, изнутри на CRM-системе, как работать со своей аудиторией. Это маленькая вводная часть, последнее, что сейчас скажу, обычный вопрос, запись будет. Мы поделимся записью, отправим ссылки на почту, на которой вы регистрировались. Поэтому долго не затягиваем. Поехали, я думаю. Первый спикер, который сегодня будет у нас в эфире, Роман Кумар Вирос. Роман, я приглашаю тебя, выходи гулять, выходи в эфир. Так, пока Роман появляется у нас, я буквально два слова скажу про него. Роман основатель агентства Q-маркетинг и школы Q-академи, которая учит как раз маркетингу. И Роман, в том числе, совладелец компании Q-Lin. Я думаю, что большинство из вас про компанию знает. Так, Роман. Да, я тут. У меня немного отклеился фон, поэтому пришлось его подпереть пылесосом. Стандартные проблемы на удаленке. У вас отклеился ус. Да, ус мы поправили. Все окей. Так, Роман, большой тебе привет. Значит, я немножко анонсировал, что мы будем говорить про тренды, поведение пользователей, что изменилось и как этим воспользоваться. Передаю тебе слово. Окей, привет всем, друзья. Спасибо огромное, что смотрите нас сейчас. Меня зовут Рома. Я совладелец компании Q-Lin. Это такой сервис по заказу уборок квартир. Мы запустились 6 лет назад уже. Страшно подумать, да? Сейчас третье в мире по количеству заказов. И 3 года назад я запустил свое маркетинговое агентство. Мы помогаем разным технологическим компаниям в России, в Штатах, в том числе в долине, в ЮК, в Западной Европе и всяких экзотических локациях типа Индии, Нигерии, Южной Кореи и так далее. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Поставьте плюсики, если все ок, не лагает. Я вижу тут у кого-то, кто-то пишет, что что-то зависает, но, наверное, это проблема не на нашей стороне. У меня вроде сейчас хорошо все с коннекшеном. Да, и еще 6 месяцев назад мы запустили свою обучалку «Учим предпринимателей перформанс-маркетингу». И 3 дня назад привлекли раунд сейчас на то, чтобы выходить в Штаты. Итак, расскажу вам сегодня я про то, как изменилось потребление пользователей во время пандемии и, собственно, что нам со всем этим делать. Так, единственное, что я что-то не могу почему-то листать презентацию. А, понял, мне нужно ее отмотать на самое начало. Окей. Секундочку буквально, друзья. Да, смотрите, у меня на самом деле в презентации очень много будет разных слайдов с исследованиями от «Большой четверки», от «Мэйла», от «Эдельман», ну и других прочих крутых компаний, которые занимаются исследованиями. Я физически не успею пройтись по всем этим слайдам, но мы пришлем вам презентацию, в которой будет аппендикс, где будет вся информация из вот этих вот отчетов и исследований, чтобы вы могли дома помедитировать над этой информацией, да, потому что, опять-таки, в конце концов, это все данные, да, а выводы, которые из этих данных нужно делать, да, вы сможете сделать каждый сам в зависимости от своей индустрии и так далее. Итак, погнали. Смотрите, что, значит, сейчас секундочку. Что интересного, да, из исследований «Эдельман» можно вынести для себя? Во-первых, пользователи хотят, чтобы бренд как-то проявлял себя и как-то помогал пострадавшим слоям населения, или же пострадавшим индустриям, или же как-то вкладывал, или как-то вкладывал деньги или усилия в то, чтобы либо бороться с пандемией, либо помогать тем, кто пострадал от нее и так далее. То есть люди по факту ждут от брендов каких-то действий конкретных в отношении ситуации общей. На самом деле, это данные, вот конкретно из этого источника данные не по РФ, но в РФ у людей абсолютно такое же отношение, потому что недавно буквально читал отчет, поищу, кстати, для вас, включу в аппендикс, где есть подтверждение, что в России эти данные совпадают. На самом деле, потому что реакция людей на пандемию, на такой большой внешний, большого внешнего агрессора, она по сути одинакова и в России, и в Европе, и где бы то ни было. Так, я вижу, звук пропал. Звук пропал, ребята. У всех звук пропал? А, нет, все работает. Видимо, ребята, это проблема какая-то с соединением. Поэтому, ладно, не останавливаемся. Итак, смотрите, что это значит для нас с вами? Понятное дело, что мы владельцы малого и среднего бизнеса или маркетологи, у нас нет бюджетов для того, чтобы, не знаю, обеспечивать, покупать аппараты ИВЛ, обеспечивать как-то врачей. И зачастую у нас нечем реально помочь с точки зрения денег для пострадавших слоев населения. Но мы сделали такой интересный эксперимент внутри нашей обучалки. Мы подумали, окей, у нас нет денег на то, чтобы просто взять и сделать какое-то большое пожертвование. При этом у нас есть наши курсы. И курсы при масштабировании, они, по сути, на большом объеме у тебя себестоимость онлайн-курсов, она равна плюс-минус нулю. Вот. И поэтому мы решили сделать следующее. Мы решили в качестве эксперимента дать доступ к нашим маркетинговым курсам людям, которые потеряли работу. Вот. Соответственно, что мы сделали? Мы опубликовали эту плашку у себя на страничке. Мы написали об этом пост в Фейсбуке. И про это написал Русбейс, господи, медиа про стартапы. Вот. И на удивление у меня был просто вал заявок в личные сообщения в Фейсбуке. Больше 150 человек обратилось за помощью. Мы их вписали бесплатно всех на курс. И если там изначально, когда мы планировали внутри компании, то есть у нас мы разделились как бы на два лагеря. Одни говорили о том, что чувак, ты сейчас делаешь бесплатный курс, ты сейчас делаешь бесплатный курс, и у тебя упадет конверсия нафиг на сайте, да. Все люди будут говорить о том, что они потеряли работу, на самом деле они не потеряли работу и так далее. У тебя упадет конверсия. Вот. А на самом деле нифига. Я говорил о том, что люди в маркетинге более осознанные. И на самом деле человеку тяжело написать о том, что он потерял работу, о том, что его сократили. Вот. И в этом смысле мы получили гигантские охваты. Вот. Больше 600 репостов, больше 200 заявок и конверсия на сайте, когда мы добавили плашку о том, что за каждый купленный курс мы даем возможность двум людям бесплатно у нас поучиться, увеличило конечную конверсию. Поэтому добрые дела, которые на самом деле стоят, которые на самом деле могут стоить мало совершенно для бизнеса. То есть не нужно быть mail.ru для того, чтобы инвестировать полтора миллиона долларов, миллиарды на самом деле, да. Они инвестируют в то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу. Можно подумать о том, а что вы можете сделать условно бесплатно для себя, для того, чтобы дополнительно привязать к себе пользователей. И вообще, когда я анализировал изменения поведения пользователей в предыдущей кризисе, практически все пишут о том, что бренд, который проявил себя с позитивной стороны и как помогающий бренд в кризис, создает очень сильную эмоциональную связь с клиентом. И даже если он сейчас не стал вашим клиентом, потенциально он может стать им после кризиса, из-за того, что у него образовалась эта эмоциональная связь. Черт его знает, как это проверить на цифрах, честно. Я перформанс-маркетолог, для меня там все эти эфемерные обсуждения, я всегда на них смотрю достаточно скептически. Но посмотрим, посмотрим, как это будет. У нас в моменте это сработало, и мы увидели это на цифрах. Окей, идем дальше. Значит, люди негативно реагируют на излишний хайп, связанный с пандемией. Когда вы пытаетесь обыграть историю с коронавирусом или с самоизоляцией в каком-то смешном ключе. То есть плохой пример – это там магазин нижнего белья, который отправил своим клиентам смс-ку с сообщением скидка 25% на нижнее белье по промокоду коронавирус. Вот так делать ни в коем случае не нужно, потому что это вызовет гигантскую волну негатива, и вы очень сильно срежете себе конверсию. Едем дальше. Есть вот интересные выводы, к которым стоит прислушаться, как мне кажется. И я выделил бы из них на самом деле два. Первое – это не действуйте в одиночку. Это очень прикольный совет на самом деле, который может показаться банальным, но он у меня сработал. Есть гигантское количество компаний, у которых есть большой доступ к аудитории предпринимателей. Например, Тинькофф Банк, например, Деливери Клаб, например, Битрикс 24. Вот, и я подумал, а что можно, собственно, что я могу дать для этой аудитории, для аудитории этих платформ, этих бизнесов, чтобы получить охват на эту аудиторию. Я подумал, наверное, интересно будет людям рассказать про контент, какой-то связанный с коронавирусом, то есть как сделать так, чтобы сортимизироваться в эпоху кризиса. Я договорился с Тинькофф Банком, я договорился с Битрикс 24, я договорился с МТС Банком, и я договорился, господи, и еще не помню уже название компании. Вот, что мы сделаем следующее. Я прочитаю вебинар для аудитории этих компаний. Соответственно, у людей будет возможность послушать меня, и, возможно, потом стать моими студентами или стать моими клиентами, клиентами маркетингового агентства. Люди, собственно, клиенты получат хороший, качественный контент. Я очень надеюсь, что контент, который я сегодня буду рассказывать, вы сможете его достаточно быстро применить и получить какие-то результаты. И второе, а, собственно, компания, которая пригласит меня прочитать вебинар для своих клиентов, получит дополнительную лояльность от своих клиентов, потому что делает для них доброе дело. Вот, и эта история, она, по сути, win-win-win, потому что все от этого выигрывают. Вот, вижу комментарий про Тинькофф Банк. Плохой пример. Слушайте, Тинькофф Банк, я обслуживаюсь там, честно говоря, уже пять лет. У меня все бизнесы там открыли, у всех бизнесов там открыты счета, плюс я сам являюсь клиентом Тинькофф Банка. Поэтому, я не знаю, возможно, у каждого есть свой опыт взаимодействия с этими системами. Мне пока что все было прям очень круто. То есть любое взаимодействие с какими-то решениями Тинькоффа, прям это по сравнению с другими банками, это просто небо и земля. Sorry за рекламу. Соответственно, да, поэтому не действуйте в одиночку. Найдите какую-нибудь компанию, которая есть доступ к большой базе и придумайте что-нибудь для этой базы клиентов, для того, чтобы от этого выиграли все. Оперируйте эмоциями и фактами. Потому что на самом деле люди сейчас гораздо меньше реагируют на некоторые рекламные клише формата. На рекламные клише формата там у нас самый качественный сервис и так далее. Делайте всегда перечисление фактов и оперируйте к базовым эмоциям. Я потом расскажу, как это можно делать и почему это работает в эпоху пандемии. О, вижу, у нас тут разразился маленький холивар в комментах, в комментах насчет Тинькофф Банка. Хорошо, ребят, это хорошо, когда есть взгляды с разной точки зрения. Так, этот нам не нужен слайд. Дома посмотрите его. Дома. Вы и так все сейчас дома. Вот. Что интересного по поводу новых привычек? Во-первых, что важно понимать, что несмотря на то, что в первый месяц после окончания локдауна или после снижения пика пандемии мы все выйдем на улицу, будем сидеть в ресторанах, пить вино, обниматься, жарить шашлыки и так далее. Но некоторые привычки, которые у нас сформировались во время пандемии, они с нами останутся. Потому что в среднем для того, чтобы человека привязать и сформировать у него привычку заказывать, например, продукты онлайн домой, нужно, чтобы он сделал около шести таких заказов. Вот. Это просто, ну, это информация, которая взята на данных. С уборкой шесть тоже раз, с там рецептами для еды чуть больше, там, с такси одиннадцатый раз. Короче, есть оптимальное количество точек касания, которые пользователь должен совершить с продуктом для того, чтобы стать, собственно, его постоянным потребителем. И, соответственно, из-за того, что период локдауна длинный, эти привычки, эти привычки, эти привычки, они сформируются. И несмотря на то, что мы все будем первые два месяца радоваться, но мы понимаем, что заказывать продукты из дома гораздо удобнее, да, там, заказывать доставку гораздо удобнее, чем ходить там по магазину и так далее. Потому что, потому что, потому что, вот, эти привычки, они останутся у людей. Плюс, люди не захотят, большинство людей не захотят возвращаться в офис в том формате, в котором это, в котором это возможно в период пандемии. То есть, когда все сидят, когда нет курилок, когда нет кухонь, нет буфета, все сидят на расстоянии пяти метров друг от друга, ты всегда должен работать в маске и в перчатках. Поэтому люди будут сидеть дома, люди много будут сидеть дома. Люди будут обучаться онлайн, потому что онлайн-эдикейшн сейчас растет галлопирующими. Галлопирующими темпами чуть медленнее, чем там сервисы для удаленных конференций, но тем не менее. И люди привыкли обучаться онлайн. У людей есть свободное время, вот. И мы видим, мы видим, что по направлениям там приобретения новых профессий, по направлениям приобретения новых хардскиллов. Сейчас, сейчас рынок растет. Вот, то есть нельзя уже игнорировать онлайн. То есть бизнес, который будет оперировать только в офлайне, он становится, он становится абсолютно антихрупким. Вот, то есть минимум 50% выручки вашей должен генерировать онлайн. В противном случае эта пандемия там, она далеко не последняя. И вероятность ее, вероятность повтора вспышек и вероятность того, что там появится какая-то новая бактерия, которая сможет нас так, нас так жестко, как сказать, заставить там сидеть по домам и там отказаться от львиного куска бизнеса очень велика. Поэтому сейчас для того, чтобы стать антихрупким, нужно минимум 50% своего бизнеса вводить в онлайн, чтобы привлечение точно так же было из онлайна. Что интересного еще, люди стали чаще заниматься спортом дома, и многие фитнес-клубы смогли пивотнуться и сделать возможными онлайн-тренировки дома с тренерами. Кто-то даже сдает в аренду оборудование и так далее. Ну и, конечно же, гигантский прирост аудитории в социальные сети. То есть на самом деле тут вот в отчете на 21% написано, что людей стало больше в пользу соцсетями. Сейчас мы видим, что уже 50%. То есть, соответственно, в любом случае ваш маркетинг, он должен быть внутри социальных сетей. Что еще вам рассказать? Да, из-за того, что большое количество людей ринулось в социальные сети, и параллельно этому большие бренды заморозили свои медийные бюджеты, которые они вкладывали там десятками миллионов в то, чтобы просто показывать там картинку и свой бренд в социальных сетях, таргетируя его на ту же аудиторию потенциально, что и мы. Они заморозили свои бюджеты, потому что они сейчас находятся в неопределенности. Вот, соответственно, они не понимают, что будет дальше, и поэтому они тупо не тратят деньги. Они у них лежат на счетах. Что это для нас значит? Для нас значит, что аукцион очень сильно подешевел внутри социальных сетей. И это значит, что мы, там, малый и средний бизнес, там, перформанс-маркетологи, можем привлекать аудиторию из социальных сетей с прямой таргетированной рекламой в Фейсбуке, в Инстаграме, в ВК, в Одноклассниках гораздо дешевле. Вот, то есть CPM, стоимость за тысячу показов, упала в среднем в два раза. Вот, что достаточно круто. Что еще интересно, говорит нам MG.com, это самое крупное перформанс-агентство в России. И они нам скажут следующее. Они нам говорят следующее. Первое, ну, как мы уже говорили, что цифровизация заставит людей, некоторых, поменять свои привычки и полностью перевести их в онлайн. Люди понимают, что никто им сейчас не поможет. Ни государство, ни работодатель, ни кто бы то ни было. Поэтому они готовятся к автономии. Поэтому люди сейчас думают о том, какую профессию поменять. И как мне сделать так, чтобы я был устойчив к внешним изменениям среды. Вот. И, соответственно, из-за этого люди становятся более автономными. Они думают, как инвестировать в себя деньги. Из-за того, что люди больше времени проводят в соцсетях, и все сейчас так или иначе производят контент в большом количестве, у людей растет избирательность. Потому что они много времени проводят в социальных сетях, они хотят потреблять там хороший, качественный контент. При том, что некачественного контента дофига. В качестве примера, наверняка у каждого из вас, у кого есть инстаграм-аккаунт, у вас там в 6-7 вечера все начинают запускать прямые эфиры. Вот. Большинство этих прямых эфиров там откровенная трешатина. Не несет никакой под собой вообще смысловой нагрузки и так далее. И вот все решили делать контент единоразово. И, соответственно, люди будут более требовательны к качеству этого контента. И последнее – это рационализация, более рациональное покупательское поведение. Я с этим пунктом согласен лишь отчасти. На самом деле, если анализировать поведение пользователей сейчас с точки зрения поведенческой экономики, то цикл принятия решения у клиентов удлинился, но он не стал более рациональным. Более того, если апеллировать к базовым эмоциям человеческим, типа страх, защита и так далее, то у тебя, наоборот, гораздо выше сейчас конверсия, потому что люди, эмоции людей сейчас очень сильно обнажены. Они беззащитны перед тем, что с ними происходит. Так, что еще здесь можно рассказать, чтобы поскорее перейти? Да, но здесь слайды, на которые вы можете посмотреть, они говорят о том, насколько действительно увеличилось количество людей в разных соцсетях, насколько глубина просмотра увеличилась, насколько количество просмотренных видео увеличилось, в том числе в Фейсбуке, в Инстаграме, в ВК, в онлайн-ТВ, конечно же, онлайн кинотеатры сейчас растут как на дрожжах. Да, презентацию мы вам скинем обязательно, вот у вас будет возможность ее всю проаудировать дома. Так, что еще, что еще, вот здесь, да, еще интересно, какие отрасли пострадали больше всего. Вот мы видим, и какие отрасли приросли. Вот мы видим, что хорошо себя чувствуют онлайн-аптеки, хорошо себя чувствуют все медиа, которые производят какой-то новостной контент, то, что все пишут про коронавирус, все читают эти статьи, ну и вообще просто людей гораздо больше стало в интернете. Вот, и это очень интересно, что у новостей, например, у новостных ресурсов сейчас, с одной стороны, трафик сильно вырос, с другой стороны, рекламодатели крупные заморозили бюджеты. Вот, и для нас, для предпринимателей, для маркетологов, это на самом деле шанс для того, чтобы можно с ними договариваться на какие-то интересные, хитрые модели с оплатой за результат, revenue share, CPA-модели и так далее. Вот, поэтому не бойтесь обращаться сейчас к СМИ, вот, с разными совершенно запросами, потому что у них большое количество трафика, нераспроданного, соответственно, его можно каким-то образом по модели оплаты за действия сейчас купить. Видим, люкс пострадал, туризм, конечно же, досуг. Ну и здесь все такие банальные вещи, тоже посмотрите. Еще интересно очень, что в e-commerce, какие растут категории, типа хлебопечки, хлебопечки, там, подъем тяжести, ну, какие-то типа фитнес-штуки для дома, мониторы и так далее. Данные отсюда, данные отсюда взяты из отчета Эватора. Если я не ошибаюсь, там ссылочки в каждом слайде на отчеты, можно будет посмотреть вот для того, чтобы вы могли это изучить дома более подробно. Сейчас, чтобы вас не задерживать, я перейду, собственно, к советам конкретным, а что же нужно делать для того, чтобы быть максимально устойчивым, максимально эластичным к внешним воздействиям. Первое. Смотрите, если ваш продукт сейчас находится за периметром продукта первой необходимости, и он стоит, ну, объективно, дорого, или это продукт для сегмента Апермаз, да и вообще, на самом деле, любой продукт, где цикл принятия решения пользователей удлинился, вот, подумайте на тему того, как сделать небольшой субпродукт, которым клиент сможет воспользоваться на входе. Что это значит? Приведу пример. Когда мы запускали компанию Клим, мы очень быстро привлекли там на свою, на там заказы уборок аудиторию так называемых early adopters, или innovation enthusiasts еще их называют, люди, которые там, ну, открыты ко всему новому. Для них было очень круто. Вау, новый сервис, можно карточку привязать на сайте, заказать уборку, офигенно абонемент себе сделать, круто-круто. Вот, но когда мы начали масштабироваться и выходить на более консервативную аудиторию, то есть на аудиторию с длинным циклом принятия решения, вот, мы столкнулись с тем, что, мы столкнулись с тем, что консервативные люди, то есть люди, которые долго принимают решения, они не конвертируются вообще. То есть для них то, что написано на сайте неподробно, они не доверяют, у них гораздо больше барьеров для того, чтобы совершить этот заказ. То есть на самом деле все то же самое, что происходит с вашими клиентами потенциально сейчас, когда они более рассудительно относятся к деньгам. И что мы сделали? Мы сделали некий субпродукт маленький на вход, который назывался «Помоем все окна в квартире за тысячу рублей». Продукт был очень понятен с точки зрения ценности и цены. То есть для человека помыть окна в квартире занимает 7 часов в выходной день. При этом он видит, что пришла весна, солнце светит, а окна у него грязные. И для него этот оффер «Помоем окна в квартире за тысячу рублей» был очень классным, потому что он получал гораздо больше value за маленькие деньги. Мы запустили эту акцию «Помоем окна в квартире за тысячу рублей», мы начали гнать на нее трафик, мы получали за 200-300 рублей заявку из Фейсбука, 700 рублей мы отдавали клиниру, тратили какую-то сумму денег на расходнику. Но мы по факту практически за 0 рублей получали готового горячего леда, то есть клиента, у которого был сломан самый первый барьер, пустить кого-то незнакомого в свою квартиру. И дальше, когда человек после мойки окон заходил к себе в квартиру и видел, что у него офигенно чистые окна, через них свет пробивается, наступал так называемый аха-момент в продукте, момент максимального счастья. Ему раздавался звонок, и наш сотрудник колл-центра говорил, о, а теперь давайте мы… спасибо большое, что вы стали нашим клиентом, а теперь давайте мы вам уберем квартиру со скидкой 30%. И конверсия из этого субпродукта в полноценный заказ уборки была около 70%, в пике даже больше. Вот. Потом мы… потом эту акцию мы использовали на протяжении 5 лет, и эта акция, этот субпродукт позволил нам вырасти в 10, а потом в 100 раз. То есть мы доросли благодаря нему до полутора тысяч уборок в день, до больше, чем полтора миллиарда оборотов в год. Вот. И весь наш… это был наш самым главным acquisition каналом. Так вот, подумайте, если у вас удлинился цикл принятия решения, упала конверсия на сайте, и пользователь там потенциально не хочет пользоваться вашим продуктом, или же он стал наиболее консервативным, какой вы можете сделать субпродукт? Практически для всего… для любого бизнеса можно придумать этот субпродукт. Для нас, например, как для рекламного агентства, мы… этим субпродуктом является маркетинговый аудит. Мы рассказываем клиенту о том, что у него плохо, делаем это вообще бесплатно, что у него плохо в бизнесе, какие у него точки роста, и, собственно, и дальше продаем наши услуги. Вот. Что важно? Помните, когда вы делаете этот субпродукт. Во-первых, value, то есть ценность должна быть сильно выше, чем стоимость. Вот. Вы должны показать там себя, когда вы делаете сервис для этого продукта, или продукт вот этот вот сам по себе, вы должны показать себя во всей красе, то есть дать гораздо больше value, чем, собственно, чем, собственно, господи, чем деньги, которые пользователь заплатил. Дальше. Ищите ахо-момент в момент использования этого продукта, то есть когда человек испытывает максимальное счастье. Вот. И дальше, собственно, настройте апселл-стратегию. То есть сделайте так, чтобы этому человеку после того, как он, как наступил этот ахо-момент, был предложен любыми каналами, там, не знаю, имейлом, смс-ками, звонками, браузерными пушами, собственно, ваш основной продукт. Вижу вопрос, как это окупается с точки зрения экономики. Все очень сильно зависит от юнит-экономики. У нас, я говорю, мы по факту там за плату расходников, за 100 рублей, читайте, нам выходил один клиент, у которого мы мыли окна. С конверсией 70% в последующий заказ это было гораздо лучше, чем обычная наша стоимость привлечения из того же самого Фейсбука, который составлял полторы тысячи рублей, там, против 300-500 из этого участника. Ну, добавить туда, окей, когзы какие-то на колл-центр. С точки зрения маркетинга, там, наши затраты на маркетинговый аудит, это, там, 10 часов менеджера по таргетингу, который смотрит кабинеты и смотрит, господи, и смотрит веб-аналитику. Ну, а, соответственно, это стоит, там, ну, давайте, условно, там, 15 тысяч рублей. Три аудита сделали, из них двое сконвертировались. Соответственно, три аудита сделали, из них двое сконвертировались. Соответственно, там, по, там, 20 с лишним тысяч рублей нам стоит новый клиент в агентстве, который нам принесет около полутора миллионов. Вот, соответственно, соответственно, аудит абсолютно отлично окупается. Главное, его делать максимально подробным и вкладываться в это. То есть у нас аудит может, там, занимать, не знаю, 30-60 слайдов. Вот, он может быть максимально подробно. Айти-обслуживание. Какой может быть субпродукт? Айти-аудит. То есть, да, вы должны, вы должны понять, что у клиентов плохо сейчас, для того, чтобы предложить ваш продукт. Соответственно, для того, чтобы понять, что у клиентов работает плохо сейчас, вам нужно сделать аудит этой системы. Вот, соответственно, для айти-обслуживания субпродукт может быть точно таким же. Второй совет. Используйте незагруженные мощности или нераспроданный товар для инвестиций в бартерный маркетинг. Используйте незагруженные мощности так, или нераспроданный товар для инвестиций в бартерный маркетинг. Смотрите, что это значит. Это значит следующее. Наверняка у вас сейчас есть разные товары, либо разные люди, которые там недозагружены. То есть, какие-то активы, которые недозагружены, которые на самом деле просто простаивают. Вот. Эти активы можно использовать в бартерных механиках для того, чтобы обменять их на то, что вам по-настоящему сейчас нужно. Вот. И, например, можно использовать товары в качестве бартерных механик с блогерами. То есть, если мы говорим про B2C продукт, то есть гигантское количество небольших и средних блогеров, там, до 10, до 50 тысяч, которые с удовольствием сейчас, опять-таки, потому что у них утекли медийные бюджеты, у них сейчас нет денег, с удовольствием сделают какой-то пост в обмен на бартер. Вообще, бартерные механики, они очень сильно растут в кризис, потому что денег ни у кого нет, но у всех есть какие-то основные средства, которые не израсходованы. Вот. Которые не израсходованы. И их можно инвестировать. Первое. В блогеров. Второе. Можно подумать, если, например, вы B2B, у вас лежит какой-то товар на складе, обратитесь к своим клиентам, которые сейчас не могут позволить этот товар купить, для того, чтобы они взяли ваш товар, но предложили вам что-нибудь взамен, потому что, возможно, у них есть что-то, что они могут вам предложить. И я безумно люблю подобного рода механики, потому что бартер – это всегда обмен ценностями, которые имеют разную ценность для того, кто меняет, для первого обменщика и второго обменщика. То есть, например, к нам обратилось PR-агентство для того, чтобы мы сделали им лендинг-пейдж. Для того, чтобы мы сделали им лендинг-пейдж и ввели им рекламную кампанию. А у нас была задача, чтобы выйти на рынок UK и сделать про нас там пул PR-статей различных. Пул PR-статей различных. И что мы сделали? Да, при этом у нас как бы из-за кризиса тоже отвалился ряд клиентов. Если бы точно, мы 30% клиентов потеряли из-за кризиса. И мы увидели, что у нас есть неиспользованные ресурсы, таргетологов и дизайнеров. Мы инвестировали эти неиспользованные ресурсы в то, чтобы сделать лендинг-пейдж, ввести рекламные кампании для этого PR-агентства. А они нам в обмен сейчас пичат иностранных журналистов. И мы получим услугу, которая так для нас стоила бы 20 тысяч евро. Вот это средний чек на PR-поддержку в месяц в Лондоне. А мы, по сути, получили ее, по факту, реинвестировав те средства, которые у нас бы не окупились. Поэтому бартерные механики – это очень важно. Подумайте о том, кому можно предложить ваш продукт и что вы бы хотели получить взамен. В конечном итоге вас ничего не останавливает. Помните историю про чувака, который скрепку поменял на дом в течение полутора лет? В бизнесе гораздо можно быстрее делать все подобные штуки. Пойдемте дальше. Критически важно в перформанс-маркетинге, чтобы слить как можно меньше денег, правильно тестировать гипотезы. Сейчас мы обсудили с вами, что в Facebook и в Instagram подешевел трафик. Вот, соответственно, сейчас самое время для того, чтобы начать делать рекламные кампании. Какая логика вообще запуска рекламных кампаний в перформанс-маркетинге? В романс-маркетинге все делают гигантское количество ошибок. Никто правильно не тестирует гипотезы. У всех есть очень много субъективизма относительно того, какие креативы должны быть. И так далее. Сейчас я попробую рассказать вам, как это все-таки делать правильно, для того, чтобы делать из этого правильные выводы, чтобы можно было нормально масштабироваться. Вся суть перформанс-маркетинга заключается, по сути, в том, что есть некоторый источник, где вы делаете рекламную кампанию, есть аудитория, на которой вы делаете рекламную кампанию, и есть креатив. И ваша задача – это найти работающие связки. Источник, аудитория, креатив. То есть весь перформанс-маркетинг – это, по сути, поиск вот этих вот работающих связок. Что значит работающие связки? Это значит, что внутри этой аудитории этот креатив привлекает вам клиентов по той цене, которая удовлетворяет вашу юнит-экономику, которая позволяет вам зарабатывать. У креатива… То есть источник – это может быть Facebook. Источник один – это Facebook. Источник два – это Instagram. Аудитории. Первая аудитория, не знаю, это, допустим, мамочки. Вторая аудитория – это студенты. Третья аудитория – это, не знаю, молодожены. Самое важное – сделать так, чтобы эти аудитории не пересекались. Это критично важно. Потому что метод тестирования гипотез подразумевает, что вы смотрите, какой креатив, насколько сильно реагирует, насколько эффективно реагирует, насколько эффективно аудитория реагирует на тот или иной креатив. Для этого аудитории не должны пересекаться друг с другом. На каждую аудиторию вы делаете по 3-6 креативов для того, чтобы понять все-таки, на какой креатив эта аудитория реагирует. И здесь очень важно избавиться от субъективизма, потому что креатив имеет решающее на самом деле значение в перформанс-маркетинге. Критично работать с креативом так, потому что хороший креатив генерирует вам заявки по нужной для вас стоимости. И в создании креатива почему-то всегда очень много субъективизма. То есть есть какой-то фаундер, акционер, который говорит о том, что типа, ну, я считаю, что с клиентами нужно разговаривать вот так вот. И есть какой-то дизайнер, который там, не знаю, закончил британку и говорит, ну, мне кажется, что там вот эти вот паттерны в креативах и вот эта вот сюжетная линия сможет там правильно рассказать про продукт. Вот, на самом деле в перформанс-маркетинге есть одно очень четкое правило. Все креативы должны делаться на основе Jobs to be done. Jobs to be done – это такая методология, слэш-фреймворк, вот, почитайте про него обязательно в интернете, которая подразумевает глубинные интервью с разными сегментами ваших клиентов для вычленения так называемой job. Job – это то, на какую работу вас нанимает, ваш продукт нанимает клиент. То есть это основная потребность, которую ваш продукт решает для клиента. Причем они еще делятся там на функциональные и эмоциональные, и они делятся еще на core job основную потребность и вспомогательную потребность. Вот правильно проведенные глубинные интервью с вашими клиентами. На самом деле вам нужно около 7 интервью с представителями каждого из сегментов. То есть если у вас 4 клиентских сегмента, значит вам нужно получается 4 на 7, 28 интервью провести. Интервью по времени занимает где-то около получаса. Есть список вопросов, за счет которых вы можете вычленить из клиента эту информацию. Добавьте меня в фейсбуке, я вам скину прям файлик, в котором есть список вопросов, которые вы сможете адаптироваться. И дальше креатив обязательно должен очень четко бить в этот конкретный job. Интервьюировать лучше самим. Но это всегда полезно. Особенно делать это в компании, не знаю, продакта и маркетолога. Ну и вообще на самом деле культура коздел в компании, культура глубинных интервью в компании, она должна быть всегда настроена внутри. То есть перед тем, как выкатывать новую продуктовую фичу, перед тем, как какие-то маркетинговые решения принимать. И вот любые маркетинговые решения, особенно сейчас, в период пандемии, важно принимать на основе исследований. То есть сейчас очень важно для своей компании спросить у клиентов, действительно ли изменилось ли как-то отношение у пользователей к вашему продукту. По-прежнему ли он занимает то место в структуре расходов пользователей, которые он занимал раньше. И после этого только делать нормальное, адекватное креативо. То есть в креативе есть две составляющие. Первая – это, собственно, копирайт, который очень четко должен бить вот в этом вот job пользователя. И второе – в креативе должен быть яркий элемент, который выдергивает пользователей из так называемой строллинг-комы, когда они грустно сидят и смотрят свою ленту Фейсбука. Также для того, чтобы избавиться от субъективизма, сделайте коммуникационную карту. Коммуникационная карта – это файл в Excel, который состоит из нескольких столбцов. В левом столбце вы пишете источник, во втором столбце вы пишете аудиторию, сегменты аудитории. В третьем столбце вы пишете их джобы основные, дальше УТП, уникальное торговое предложение вашего продукта, которое привязано к этим джобам. И, собственно, коммуникационное сообщение, креатив сам. И дальше форматы. И после этого результаты. Таким образом, этот файл Excel, я, кстати, вам тоже темплейт сброшу, если стукнитесь мне в Фейсбуке сегодня вечером, темплейт, который позволяет вам логировать весь тест гипотез и делать их максимально структурированным. Он позволяет вам избавиться от ситуации, когда вы заново тестируете ту гипотезу, которую уже тестировали. Он позволяет дизайнеров вовлечь в перформанс-процесс, и для них больше артефакты, которые они производят, баннеры, видео и так далее. Это не что-то, что уходит в стол, а это что-то, что конкретно дает выручку, конкретно дает продажи клиентам, сори, бизнесу. Вот поэтому очень важно медитировать над вот этим вот документом, над коммуникационной, над своей коммуникационной картой. У нас был кейс недавно буквально, компания, стартап из Силиконовой долины, который прочит там будущее, там, будущее, там, не знаю, будущее снет-чата и тиктока. Вот, они запускали рекламную кампанию, фаундер запустил рекламную кампанию, то ли в снэпчате, то ли в инстаграме, я не помню уже. Запустил, потратил там 20 тысяч долларов на эту рекламу и сделал следующие выводы. Не получил ни одной конверсии и сделал следующие выводы. Первое, первый вывод, который он сделал, что этот канал не работает для его продукта. Вот, второй вывод, который он сделал, продукт не готов для масштабирования. И пошел перепиливать продукт. Вот, когда мы увидели его рекламную кампанию, посмотрели, оказалось, что, во-первых, он сделал, он в свою аудиторию накидал там разных пересекающихся сегментов по интересам, по соцдему и так далее. То есть он не может сделать вывод вообще, какой сегмент действительно его целевая аудитория. Второе, он сделал только один креатив. Только один креатив, который крутился там на эти 20 тысяч долларов, который еще и по формату не подходил к этой площадке. Вот, представляете, человек сделал выводы на основании этого и пошел перепиливать продукт. Что, собственно, до него там время его разработки и так далее. И деньги, разумеется. Вот, то есть и гигантское количество неправильных решений в маркетинге и в продукте принимается из-за того, что люди просто неправильно тестируют гипотезы. У них отсутствует логирование, тестирование гипотезы. Они делают их, они делают креативы, не основываясь на, там, jobs to be done и так далее. И лучше все, и, соответственно, дальше логика простая, да. В выстреливших гипотезах вы поднимаете бюджет и делаете креативы в стиле тех креативов, которые выстрелили. Друзья, я на мейл вам прислать-то не буду. Вот, я мейлом не пользуюсь. Это для меня устаревший способ коммуникации. Вот, поэтому стукнитесь мне в фейсбуке в сообщения, не поленитесь. Я вам сброшу эти документы. Я тоже отвечу на один вопрос, зачем показывают модератора. Модератор зримо присутствует, потому что есть тайминг. Да, я так намекаю. Я секундочку намекаю, что пора заканчивать, да. Я тогда, ребят, да, там есть еще много, на самом деле, информации интересной в презентации. Я последнее скажу, что хочу сказать, учитывая то, что сейчас очень тяжело найти деньги на что бы то ни было. Лучший креатив, который работает, это видео. Это нам подтверждает ирландский офис в фейсбуке. Они говорят о том, что, ну, видео – это креатив, который позволяет откупить как можно больше трафика по более низкой цене. И в этом случае видеокреативы можно сделать своими руками. То есть не нужно тратить деньги на дорогостоящий продакшен. Лучший креатив, который работает у нас, это питч фаундера, то есть, ну, рассказ фаундера, который снят на фронтальную камеру, где я говорю, что там типа «Привет, друзья, мы для названия целевой аудитории сделали такой-то продукт, описание продукта, который выполняет вот эти вот описания джобсов, да, основных продуктовых джобов». И вот этот креатив работает лучше всех. У него лучшая кликабельность и лучшие результаты с точки зрения привлечения клиентов. Второй тип креатива, который работает тоже офигенно в перформанс-маркетинге, который тоже не требует никаких действий дополнительных и вливаний денежных – это отзывы клиентов. Попросите ваших клиентов снять на фронтальную камеру телефона отзывы от вас. Формата тоже «Привет, меня зовут так-то название должности, я пользуюсь таким-то продуктом, да, он помогает мне делать такие-то джобы, да, и желательно еще, если, например, мы говорим про B2B, что продукт позволит мне сэкономить там X денег, получить Y выручки, там, бла-бла-бла и так далее. Плюс используйте бесплатные способы создания креативов. Вот сейчас есть масса очень прикольных продуктов, тулов, типа баннерснэк, типа супа, типа крелло, которые позволяют быстро на шаблонах собрать нужные вам видео, вот, и стоят очень дешево, то есть их можно все купить по подписке. И самое последнее, что я хочу сказать, друзья, извините, пожалуйста, сейчас, учитывая то, что трафик подешевел, потратите время на достаточное количество АБ-тестов внутри сайта, да, то есть очень часто, я говорю это на основе более трех сотен маркетинговых аудитов, которые мы провели за последние три года, очень часто люди делают неправильные выводы, основываясь только на рекламных, только на рекламных каналах своих, вот, хотя при этом, все, я параллельно печатаю вам название платформ, баннерснэк и супа, вот, это на самом деле реально пять недель, которые вы потратите на АБ-тестирование правильное, да, на то, чтобы работать с отвалом воронки, с отвалом людей на каждом из шагов, может вам увеличить конверсию в три, в пять, а иногда в десять раз. То есть на самом деле это такой клондайк, который позволяет, работа с которым, то есть, точнее, не так, затраченное время на оптимизацию которого дает вам очень большой несоразмерный выхлоп. У нас были кейсы, когда мы в десять раз увеличили конверсию клиентов просто за счет грамотного АБ-тестирования шагов воронки. Сейчас дешевый трафик, поэтому у вас больше нет отмазок для того, чтобы не заниматься АБ-тестированием, для того, чтобы у вас был плохой ужасный сайт, да, как похожий на лабиринт Минотавра. Вот, сейчас самое время для того, чтобы это сделать и увеличить эффективность своего маркетинга. И триггерную стратегию, не забывайте про триггерную стратегию, стратегию возврата пользователя. Подумайте, что вы знаете о пользователе на каждом из шагов воронки. Эмейл, смс, куки, номер телефона, эмейл пользователя и так далее. И возвращайте его, звоните, отправляйте смс, запускайте ретаргетинги в компании. В эпоху, когда цикл принятия решений у пользователей удлинился, критически важно больше инвестировать в то, чтобы пользователю показывать как можно больше рекламы. Вот, спасибо большое, друзья. Извините за сумбур, может быть, некоторые в конце. Вот, но надеюсь, было полезно. И надеюсь, посмотрите еще презентацию дома. Вот, спасибо огромное. Берегите себя, мойте руки, не выходите на улицу. Вот, я надеюсь, мы с вами сможем еще погулять как-нибудь и встретиться оффлайн где-нибудь. Благодарность и полный чат, друзья. Спасибо, правда, поддержите Романа. Отличный контент. Не сумгура, прям очень хорошие рекомендации. Здорово заходит. Да, вот, добавляйтесь в Facebook. Все, спасибо, друзья. Да, счастливо, Роман. Спасибо большое. Значит, про Facebook Романа. Там все очень просто ищется по имени. Никаких особенных вариантов, тем более, что в лицо вы Романа уже точно теперь знаете, и в Facebook добавите все отлично. Так, друзья, чуть-чуть, маленькую перебивочку я сделаю перед тем, как мы перейдем к следующей части. На всякий случай напомню, что вот про последнюю рекомендацию обе-тестов. Если у вас сайт на платформе 1SBitrix, и вы вдруг там не видели наши вебинары про функционал, внутри прям есть инструмент в админке, есть инструмент обе-тестировании, там даже подключать ничего специально не нужно. Нужно просто зайти и направить там часть трафика на другую страницу с другим дизайном или на другой шаг. Это можно экспериментировать в несколько кликов. Прям, если вдруг не добрались, то сейчас, поддерживая абсолютно Романа, самое время. Так, друзья, что мы будем делать сейчас? У нас сейчас вторая часть вебинара. Во второй части мы будем говорить про инструменты работы с трафиком, который пришел к вам. Как проверить, что трафик конвертируется в продажу или нет на основе статистики? Что с этим трафиком делать потом, когда у вас либо случилась продажа, либо не случилась? И как его быстро обрабатывать? Есть ли инструменты контроля? Забегая вперед, спойлер, есть. Мы сейчас поговорим об этом на примере Bitrix24. А поговорим мы с Константином Комченко. Так, Костя, выходи в эфир, пожалуйста. Привет-привет. Да, привет тебе большой. Константин руководит маркетингом, агентством Чили Маркетинг. Сейчас немножко, я, наверное, не буду долго рассказывать. У тебя есть прям отдельный слайд, он намного красивее, чем я. Поэтому на нем прям хорошо, здорово показать. Мы сегодня поговорим про смысл, продолжим историю Романа, про смысл маркетинга и приземление маркетинга на продажи. Непосредственно уже поговорим на примере Bitrix24. Так, вот, слайд есть. Костя, передаю тебе слово, остаюсь тут зримо и незримо, немножко буду рядом. Да, всем привет-привет. Здорово, очень. Мне понравился доклад Романа. С ним периодически выступаем на разных конференциях. Сегодня мы поговорим о том, как все то, что Роман рассказал, на самом деле имплементировать. В чем первый основной момент? Дело в том, что, сразу покажу, я создал, сейчас включу демонстрацию экрана, создал Bitrix. Буквально вчера тестовый для того, чтобы вы увидели то, что, в принципе, все то, что я буду говорить, можно сделать быстро, легко. А если чего-то и нельзя сделать, то благодаря поддержке, благодаря очень подробному описанию, как делать основные процессы у Bitrix, ну, которые, в принципе, есть расписаны в документации, то можно, вдобавок, подсмотреть что-то в хелпе. Мы пока не видим демонстрацию, если ты ее показываешь. Да, сейчас открываю. Пока у нас классный период. Все происходит, как вчера. Я видел потрясающую картинку, когда Собянин наклоняется к кому-то из, видимо, тоже госслужащих, к женщине, и так томно говорит, там, баба всплывает, я медленно снимаю самоизоляцию, и у нас вот медленно появляется демонстрация экрана сейчас. Демонстрация экрана опять просит остановить плагин. Поэтому чуть-чуть расскажу о себе. Вообще, да, мы занимаемся интеграцией в Bitrix 24. Как мы туда пришли, я занимался раньше и занимаюсь до сих пор маркетингом. В чем смысл? Когда мы просто говорим про маркетинг, ну, какие-то красивые слова о том, что вот нужно, там, не знаю, новый лендинг сделать и так далее, или там вот нужно измерить, насколько пользователи реагируют на наш бренд, соответственно, все это нужно каким-то образом замерять. Как только появились CRM, как только появился Bitrix 24 и начал развиваться, очень-очень много инструментов появилось, которые в первую очередь нацелены на то, чтобы маркетологу было хорошо работать. Раньше считалось то, что Bitrix 24 – это рабочее место менеджера по продажам, но на деле сейчас происходит такая ситуация, что и менеджер по маркетингу, он тоже работает в CRM, ну, если это толковый менеджер по маркетингу. Так, смотрю, подкачивается ли презентация. У меня есть слайды дублирующие, если что, на самой, в самом, в самом этом самом. Так, предлагает открыть. Да, сейчас, чуть-чуть заминка. Первое, о чем нам нужно сделать, если мы, допустим, делаем все то, как говорит Роман Кумарвиас, это нужно создать большое количество креативов. Они все будут приводить клиентов, в нашем случае, в Bitrix 24, и нам нужно будет отслеживать, какой из источников действительно хороший. У нас есть несколько вариантов. Первый вариант, и самый распространенный, вы можете увидеть это в огромном количестве самых разных компаний, там, средней руки, либо компаний даже опытных. У них, ну, в разных случаях происходят такого рода ошибки, но, в принципе, все одно и то же. Из-за того, что очень сложно построить аналитику сквозную, возникают самые разные накладки. То есть, что-то собирается только в Фейсбуке, а как получить данные о продажах, а как получить данные о повторных, там, покупках и так далее. Как только возникают такие вопросы, нам на помощь приходит Bitrix. Вот, все, отлично, у нас открывается, все-таки я все победил, у нас открывается экран. Отлично. По идее, вы должны видеть экран. Вот, тестовый Bitrix, который я создал. Для этого существует классный инструмент, CRM-аналитика. На слайде у меня был представлен, как это выглядит, когда уже большим количеством данных заполнено. У меня, допустим, здесь среднее время ледообработки 28 секунд. Если у вас будет больше когда-нибудь, это круче, но в реальных условиях это, как правило, 1, 2, 3 дня. Соответственно, по CRM-аналитике, по первичной, вы можете, в принципе, знать, какое количество ледов у вас конвертируется и переходит в сделки. Если у вас выбран, опять-таки, режим CRM, не простая CRM, а с ледами, иногда возникает вопрос, когда внедряешь подобное решение, а зачем вообще леды нужны, почему сразу все в сделках не вести. Особенно у маркетологов, у которых, если они используют какие-то инструменты, которые достаточно сложные, и вот нужно учитывать отдельные леды, отдельные сделки. Отвечу самым простым образом. Как только вы внедряете квалификацию клиента как леда, то есть вообще он клиентным или нет, у вас сразу воронка очень жестко бьется по двум направлениям. Первое – это насколько качественно отработал, допустим, отдел маркетинга, если у вас перевод в сделку является таким не объективным, но субъективным отношением менеджера, насколько это вообще наш клиент. И у вас есть сразу эффективность вашего агентства, с которым вы работаете, либо вашего маркетолога, которому вы доверяете вести маркетинг, либо любого партнера, который вам привлекает, допустим, по партнерской программе ледов, либо, может быть, партнера, с которым вы работаете, который занимается чем-то схожим с вами. Соответственно, отсюда вы можете вести аналитику. Здесь есть разбивка по первичным и повторным ледам. У меня, соответственно, здесь в этой серымке вторичных повторных ледов не будет, потому что это тестовый вариант. Но тоже очень полезный инструмент. Как только он внедряется, так как, в принципе, если компания существует достаточно долго, то иногда возникает такая ситуация, что клиенты просто уже нас знают или по рекомендации обращаются. Если восстановить, допустим, этот момент, либо восстановить то, что клиент из какой-то компании к нам уже обращался, допустим, его предшествующий сотрудник, либо его подчиненный, либо заместитель, такие ситуации бывают в B2B, например, то в таком случае мы всегда можем узнать, в чем заслуга маркетолога откровенная, а в чем, допустим, заслуга нашего бренда уже состоявшегося, к примеру. То есть всегда можно в разных разрезах посмотреть воронку. Из самого полезного, из самого полезного, сейчас покажу на свайте, как это будет выглядеть. То есть один из самых классных отчетов – это окупаемость рекламы. Это уже по отчету «Сквозная аналитика». У вас тоже этот раздел в вашей CRM-ке, он сразу доступен. Покажу еще один классный функционал. Дело в том, что мало понимать насквозь, какой клиент к нам пришел. Об этом Роман говорил, то что по-разному перемножая между собой креативы и аудиторию, мы можем увидеть, какая аудитория на какой креатив хорошо реагирует. Но так мы понимаем все до этапа привлечения. Но есть такая история, то что вы же, как вы получаете клики, вы получаете переходы, но зарплату вы платите не кликами и не переходами, зарплату вы платите деньгами. Отсюда возникает вопрос, а что по деньгам вообще происходит? Как на него ответить? Если у вас грамотно настроен BITREX24, то у вас есть статистика по каждому каналу. Здесь на слайде не очень хорошо видно, но вам будет высвана презентация. То есть по каждому каналу виден расход, если он правильно синтегрирован. По каждому каналу видно, какое количество просмотров, целевых действий, какое количество сделок было организовано, какая конверсия в сделку и самое главное, какой доход вы получили. Потому что можно все измерять конверсиями, а можно измерять деньгами. Это более логичный подход. BITREX24 в этом плане отличный инструмент для того, чтобы все эти моменты отслеживать. Допустим, мы возьмем следующий момент. Это то, что дает нам опять-таки сквозная аналитика. Мы видим то, что вот у нас, допустим, посещено 4 страницы. Мы можем проследить весь маршрут нашего клиента. Кроме того, мы можем узнать, с каких разных еще источников он приходил, потому что может произойти следующая ситуация. Допустим, вы нарезали все на гипотезы. Да, у вас огромное количество аудитории и сегментов. Но вы берете и запускаете на вашу аудиторию несколько креативов сразу. И первое, они просто посмотрели, и только со второго или с третьего касания, а может быть вообще, когда человек начал все у вас искать, или там еще каким-то образом с вами связался, он уже конвертируется. Соответственно, если такое происходит, то вы можете быть слишком воодушевлены и не увидите такого момента, то, что у вас на самом деле не 25 рублей стоит клик, и, соответственно, привлечения клиента. А если мы возьмем все вот эти 4-5 действий и перемножим, допустим, на среднюю стоимость действия в средний клик по рекламе 25 рублей в вашем случае, например, то получится вообще он вам стоит 125 рублей. И у вас абсолютно меняется юнит экономика, абсолютно меняется понимание, сколько денег вам клиент стоит. А если у вас, не дай бог, суровые B2B, как, допустим, у нас в агентском бизнесе, или вот как озвучивал Роман, что у него 32 тысячи, по-моему, если я не ошибаюсь, стоят лид, то там все вот эти вот моменты и количество касаний, они становятся особо критичными. Конечно, сразу возникает от скептиков вопрос, а можно ли посчитать все и нужно ли? Смотрите, действительно, мы, пути клиента, они неисповедимы. Вы можете огромное количество усилий приложить для того, чтобы расставить везде счетчики и аналитику, но что-то уйдет за нее. Но тут мы меримся не тем, каким способом, не тем, чтобы все-все-все получить, всю-всю информацию. Такого не будет, наверное, никогда, до тех пор, пока мы только цифровое сознание не начнем загружать куда-то в облако. А мы меримся тем, насколько мы точны. Если у нас точность уже 90-95%, то это очень здорово. Да, действительно, был пример цены льда через аудит. Например, это были затраты на изготовление самого аудита. Так, соответственно, по поводу того, можно ли запускать тест-гипотез прямо из CRM. У вас для этого есть сразу ряд инструментов. Первый инструмент – это вы можете проводить обетесты с сайтом. Уже Михаил об этом говорил. Действительно, вы самые разные элементы можете видоизменять. Если вдруг вас по каким-то причинам, хотя не знаю по каким, ну, может быть, в силу того, что вы исторически на другой платформе сайта занимаетесь этим, ну, сидите, либо, допустим, на большом решении от Bitrix, ну, на 1S-Bitrix в смысле сайте, то там тоже есть инструменты, которые позволяют проводить АБ-тесты. Важно только, чтобы у вас вся информация сопоставлялась. Это можно внутренними инструментами достичь, либо какими-то внешними способами. Смотрите, да, действительно, можно с помощью инструментов CRM, с помощью меток, о которых мы поговорим чуть позже, сейчас я покажу экран, каким образом задается метка. С помощью меток весь трафик абсолютно разметить и таким образом понимать, какая из гипотез действительно хорошо работает. Показы, начинаю показ экрана. Так, вот у меня весь экран. Допустим, если мы хотим узнать, как у нас отработала рассылка, у меня тестовый пример есть по ней конкретно, то мы, допустим, создаем у нее метку UTM Source и таким образом работаем. Вот покажу с самого начала. Допустим, вы запускаете новую гипотезу. Может быть, это лиды от партнеров. Лиды от партнеров. Далее вы добавляете метку. Ну, допустим, это лиды от партнеров. Тут нужно писать латиницей в силу, ну, лучше всего. Некоторые пишут русскими символами, но тогда, ну, это просто в силу того, что раньше это не очень хорошо отображалось, поэтому часто этого избегают. Соответственно, здесь вы можете задать там цвет, каким это будет отображаться. Это просто визуально, чтобы было легче понимать. Есть еще реферальные домены. Тут другой механизм. Тут если вы работаете с большой партнерской сетью, где на разных сайтах вас рекламируют ваши партнеры, то зачет может быть идти как раз-таки, например, домен, с которого приходит человек. Ну, или ограничиваться тем, чтобы по этой метке засчитывались с определенных доменов лиды. Вот вы создали новый источник. Теперь, если вдруг, ну, чтобы было совсем наглядно, вы создадите метку... Так, ну, вот лиды от партнеров, допустим. Я копирую. Если вы создадите ссылку на какой-нибудь сайт, там сайт, там сайт, там, соответственно, точка ру какой-нибудь, дальше вот пишите вот таким образом, либо с помощью сервисов, которые позволяют генерировать UTM-метки. Все равно любят партнеров. Все. Если ваш сайт стоит вместо сайт ру, все переходы, которые засчитаются с такой UTM-меткой, у них будет помечено, что это непосредственно, ну, в данном случае просто сайт ру нет такого, что все лиды, которые пришли по этой метке, они будут засчитываться в этот источник. Дальше вы по конкретному источнику можете видеть, как на предыдущем слайде, сколько лидов пришло, что с ними произошло, какое количество продаж они принесли. Просто очень важный момент, что бывает так, что какой-то источник трафика вам привлекает огромное количество посетителей или огромное количество... Ну, то есть, да, вы, допустим, запускаете акцию какую-нибудь, может быть, по коронавирусу опять-таки. Вы запускаете акцию, и вы пишете о том, как вы помогаете клиентам. Да, здорово, вас могут поддерживать, это может вырастить вашу конверсию для более-менее лояльных клиентов, но это может быть также инфоповодом. Допустим, о вас написали СМИ, разместили ссылку на вот эту страницу на вашем сайте, оттуда приходят люди, чтобы посмотреть, ну, просто с праздным интересом, чтобы просто посмотреть, что вот как разные бизнесы поддерживают людей в эпоху пандемии, и потом происходит так, что они в лидов не конвертируются. Однако посещаемость у вас достаточно высокая. Если у вас нету сквозной аналитики, то вы не сможете сделать правильный вывод, то что это не самый привлекающий канал. Делать это или не делать, это другой вопрос. Да, то есть, опять-таки, это пропозиционирование компании. Но как считать результаты? Это с помощью инструмента сквозная аналитика. Кроме этого, у вас есть сайты и магазин. Это классный способ быстро стартануть с интернет-магазином либо сайтом. Они очень быстро создаются, легко администрируются, то есть все достаточно наглядно в духе всех современных конструкторов. Здесь есть подготовленные самые разные шаблоны. Мы очень оценили шаблон, связанный с мобильным приложением, потому что как только началась история с доставками, то, соответственно, огромное количество наших клиентов из ресторанной сферы, либо из других сфер, которые смогли перейти на удаленку, у них как раз-таки начался запуск приложений. То есть они начали запускать приложения, с помощью которых задерживать клиентов, чтобы отправлять им пуш-уведомления. Кроме этого, по поводу сайтов и по поводу магазинов, сейчас есть такая классная штука, как центр продаж. Центр продаж – это функционал, который вам позволяет, об этом я чуть позже покажу на слайде, как это будет выглядеть, принимать платежи как в чате, так и, в принципе, превратить просто телефон курьера в терминал, на котором можно принимать деньги, например, с помощью QR-кодов. Сейчас я покажу презентацию чуть дальше, о чем нужно фокусироваться. Да, соответственно, есть еще один классный отчет – это влияние трафика на продажу. Здесь мы видим, как участие того или иного как раз-таки канала влияет на то, как клиенты покупают. Потому что есть… Сейчас я отвечу на вопрос в чате. Потому что есть такая ситуация, когда мы, допустим, берем, запускаем соцсети, соцсети у нас работают, допустим, непонятно как, с них нету конверсий, но до этого, кроме этого, у нас есть еще контекстная реклама. Это часто кейс реальный для застройщиков, например, очень это актуально для любых продавцов каких-то мелких товаров, товаров для рукоделия, например, у нас тоже был такой кейс, когда мы отключаем соцсети, потому что с них нету прямых конверсий, но при этом оказывается то, что они подогревают нашего клиента, и как только мы просто соцсетки выключаем, то у нас с прямого трафика становится гораздо меньше продаж. Это очень важно. Так, на вопрос из чата пока отвечу. Михаил, ты что-то добавить хочешь? Я, как обычно, появляюсь же с тем, чтобы немножко помодерировать. У нас остается чуть больше 20 минут. Я предлагаю тему сквозной аналитики немножко подрезюмировать и двинуться к следующему блоку. Да, хорошо, хорошо. По поводу бьюти, бизнеса. Да, можно настроить бронирование ресурсов. Это в рамках этого вебинара не буду объяснять, но очень классный инструмент, в котором можно прям сделать форму условно, в которой можно выбирать время клиенту, на которое удобно записаться. Есть другой момент, то, что если у вас вдруг клиент увидит то, что ему время не подходит, то он может просто уйти из сайта, поэтому не всегда это корректно. Иногда проще брать номер телефона и записывать его онлайн. Чем лучше создать промо-сайт от промо-страницы на своем сайте основном? Не очень понял вопрос. Видимо, лучше ли использовать конструктор или делать на своем сайте отдельной страницей? Ну, тут вопрос удобства. Если вы умеете на своем сайте делать страницу за 20 минут, окей, так тоже можно, ничего страшного нет. Если мы говорим про конструктор сайтов, то там основное преимущество в том, что у нас CRM синхронизировано сразу же. И все данные, которые у вас на этой страничке появляются, заполненные формы или трафик, который проходит через нее, они попадают сразу же в CRM. Вот в этом ключевой преимущество. Да, еще нельзя забывать, что есть классный инструмент, как виджет на сайт. Там объединены чат, формы, чат, формы и обратный звонок. Соответственно, если вы добавляете открытые линии, чат на сайт, то у вас в CRM прям будет диалог, который прошел с тем или иным клиентом. Если клиент оставил свои данные, то это падает сразу лидом, и это очень удобно отрабатывать. Потому что, особенно если у вас в компании несколько продавцов, которые работают посменно, это идеальная история. На слайде сейчас вы видите и можете забирать себе это источник, это куча источников для рекламы. Все нужно периодически тестить, если, соответственно, а, ими пользуются ваши конкуренты, либо вы понимаете то, что это применимо для вашего бизнеса. Делайте скидку, точнее, корректируйте свое маркетинговое поведение сообразно тому, что сказал Роман Кумарвиас на основании отчетов, например, этой ценной информации. Есть следующий момент, это открытые линии. Открытые линии и контакт-центр, соответственно, и функционал Битрикса, который позволяет вам собирать заявки из огромного количества источников. Что произошло? Сейчас многие говорят то, что произошел кризис. А что это значит? Как нам трактовать с точки зрения продаж и маркетинга? А это значит, на самом деле, что сильно изменилась конверсия. То есть над каждым клиентом нужно больше времени проводить, нужно быть к нему внимательнее. Соответственно, этот инструмент от Битрикса нам очень хорошо позволяет с этой задачей справляться. Приведу пример. Сейчас покажу экран, как это выглядит непосредственно живьем. Сейчас, секунду, пока подгружается. Отлично. Вот у нас, соответственно, есть контакт-центр. В него можно перейти либо с бокового меню, иногда он скрыт под еще, либо непосредственно с любой воронки в CRM. Он сбоку слева в сделках обычно виднеется. Соответственно, здесь из популярного… Пока экранчиков у вас нет, прости, что влезаю. Ага. Так, странно. Окей. Так, теперь должен быть по-любому. Вот, теперь появился, да. Здесь есть из самого популярного, кстати, вот для бьюти-бизнеса, для всего, что связано с красотой, есть интересный инструмент. Это Facebook Lead Ads и ВК-сбор заявок. Это инструменты, которые позволяют прям давать такое объявление, которое в два клика может заполнить ваш клиент. То есть там сразу подставляется его номер телефона, какие-то данные важные из профиля ВКонтакте, либо Инстаграма или Фейсбука, соответственно. Также есть синхронизации с чатами внутри разных систем, с мессенджерами и так далее. Самый простой из источников, наверное, покажу, это виджет на сайт, соответственно. Его… в нем совмещены сразу три инструмента. Ну, допустим, вот. По умолчанию он идет вместе с интерфейсом. То есть вот у вас сразу открытая линия, можно настроить ее внешний вид, если нужно, рабочее время, какие менеджеры имеют доступ к ней и так далее, по какому правилу распределяются заявки. Это все настраивается достаточно просто. То есть если вдруг недостаточно информации, всегда можно обратиться к поддержке. То есть здесь очень подробно по вопросам можно найти ответы на информацию. Есть такая ситуация, что так как мы работаем интеграторами Битрикса, периодически нам пишут клиенты по самым разным вопросам, иногда мы просто их отправляем на страницу поддержки, потому что все очень подробно расписано. То есть здесь есть CRM-формы, их можно настроить, какие данные вы собираете, в том числе, если у вас настроено бронирование ресурсов, функционал, то есть это хорошо идет для СТО, например, для автобизнеса, очень круто раньше заходило, для бьюти-бизнеса, для медицинского иногда. То есть здесь можно добавлять самые разные поля и настраивать правила, что будет создаваться. То есть у вас может создаваться лид, если вы работаете с лидами, либо там клиент, сделка, либо предложение и так далее. Кстати, есть еще отработка дублей. Все это можно привязать к Яндекс.Метрики и Google Аналитики. Таким образом у вас будет очень подробная статистика о том, какой источник трафика, опять-таки, привлекает вам клиентов, а какой просто посетителей сайта. После того, как вы, соответственно, готовый виджет на сайт, вы можете встроить либо в сайт Bittrex, который прямо вот здесь создается, для этого, ну, он подключается через интерфейс, либо дать просто код самого чата и подключить его на свой уже существующий сайт. Тут на ваш выбор. Это что касается открытых линий и контакт-центра. Да, обязательно хочу сказать, что сейчас нет такого, что клиентов стало меньше. То есть людей-то меньше не стало от пандемии, за исключением тех, кто пострадал, к сожалению, от вируса. Но в целом людей примерно такое же количество. Да, они держат деньги при себе. Соответственно, нет такого движения капитала, такого движения денежных средств. Но при этом у вас, соответственно, создается ситуация, где ваша задача – это создать какое-нибудь акционное предложение, либо предложение, ну, подобрать такой ключ к голове клиента, чтобы нажать там кнопку «Купить» у него прямо внутри в голове. Соответственно, пробуйте, тестируйте. У вас есть открытые линии, вы можете в самые разные источники, в самые разные чаты направлять ваших клиентов и всегда быть с ними на связи. Не важно, что это за платформа. То есть это сообщение Фейсбука, это сообщение ВКонтакте, это уведомление во ВКонтакте о том, что создан новый заказ в магазине. Поддерживается даже для тех, кто работает с Китаем, например. У нас были такие кейсы. Это Вичат, и там, ну, Вичат в том числе поддерживается. Кстати, есть еще интеграция. Она не самая новая, но она недавно относительно появилась. Это интеграция с Авито. Для многих бизнесов, которые занимаются чем-то, например, поддержанным и так далее, это очень хороший инструмент для новых лидов. Хочу сфокусировать вас на одном моменте. Как есть такая модель, лестница узнавания Бена Ханта, она идет снизу вверх, то есть это каким образом к нам клиент приходит. Есть такой минус в том, что здесь четко расписано, что от проблемы неочевидно к тому, что проблема очевидна, к выбору решения, к выбору продукта, к выбору поставщика клиент приходит постепенно, да, у него в голове это может происходить быстро. Но есть особенность логики российского продавца. Он, как правило, вот таким образом мыслит. То есть у него на каждом этапе он стремится, чтобы клиент совершил покупку. Не всегда это правильное решение. Иногда следует доводить клиента до температуры выделения денег. И в этом плане Bitrix24 тоже вам очень хороший помощник. А именно с помощью автоматизации процесса работы с клиентами. Опять включаю демонстрацию экрана, это займет некоторое время. То есть тут, помимо того, что у вас будут работать ваши сотрудники, с вами еще в команде будут работать самые настоящие роботы. Звучит круто, как это выглядит. Сейчас покажу. Мы создадим даже тестового робота, чтобы вы поняли, что это происходит очень-очень просто. К ним есть несколько способов, как прийти, так как мы интеграторы для меня самый-самый простой и привычный способ – это через настройки. Соответственно, роботы и бизнес-процессы. И вот есть, соответственно, для лидов, для сделок, для заказов. Ну, мы, допустим, возьмем для лида. Уже обычно, если вы заводите новый Bitrix, то у вас по умолчанию заведены сразу несколько роботов. Выглядит это вот таким образом. Вы нажимаете «Настроить роботов», вы добавляете какое-нибудь действие. Допустим, в нашем случае, как только появляется, допустим, новый лид, нам нужно сделать, поставить задачу. Соответственно, здесь идет время выполнения. Если у вас несколько направлений, то вы можете каким-то образом их распределять, если у вас есть дополнительное поле. Там, допустим, источник, например, по источнику делить лидов и так далее. Но суть в том, что вы ставите задачу, обработайте лид, обработайте лид. И можете поставить там, допустим, какой-нибудь крайний срок. Ну, допустим, у нас это будет через 5 дней. Кстати, есть учет рабочего времени. Это очень сильный инструмент. Мы пришли к чему? К тому, что сейчас мы трекаем абсолютно все время наших сотрудников, какое количество времени они работают. И у наших клиентов мы тоже внедряем эту историю. Создается такая ситуация, что во время пандемии люди работают почти весь день. То есть они проводят перед компьютером. Это иногда хорошо, но иногда это плохо, когда нужно совершить какой-нибудь там рывок, например, или что-то быстро закрыть. Здесь есть дополнительные настройки. Это уже вопрос, кто будет постановщиком. Там, если нужно, допустим, можно поставить руководителя и так далее. Нужно ли ставить ее в проекте. Но так, название задачи обязательно для выполнения. Допустим, задачу, да, поставим задачу. Пишем точно так же, допустим. Можно просто использовать только название. Обработайте лид. Сохраняем. Таким образом, очень простым мы поставили задачу. Давайте проверим, как это работает. Не сохранил. Сохранить. И вот у нас там возникает ситуация, что попал новый лид. Он может попасть там откуда угодно. Ставим его тест. Нажимаем сохранить. И вот, есть уведомление. И, соответственно, у нас помимо уведомления еще и упала задача. У меня просто задачи скрыты. Та-та-та-та-та-та-та. А я неответственный, да, получается. Сейчас. Ну, суть в том, что, да, для демонстрации чуть-чуть-чуть я поторопился, погорячился, но... Давай мы про кейсы. Про смысл. Понятно. Может робот за тебя сделать какие-то действия. Вот в каких кейсах это особенно актуально? Есть что-то, что можно сделать сотрудникам? Поставить ему там поручение, попросить что-нибудь сделать? Да, кроме этого можно добавить, допустим, в аудиторию ремаркетинга. То есть, допустим, все те клиенты... Тут два есть способа. Первое – это вы добавляете в аудиторию, на кого не показывать рекламу, чтобы не тратить рекламу на тех, кого вы уже привлекли. Это классная история. Мы часто это настраиваем. Вторая история – наоборот. Вы показываете другое рекламное сообщение. Например, в случае, если вы, ну, для застройщиков очень ярко, это можно рассказывать о свойствах квартиры, например, о том, сразу после того, как человек к нам попал. То есть, мы его привлекаем, допустим, по низким ценам, а дальше мы его догреваем тем, что мы говорим. То есть, там, квартиры, дом возле парка и так далее. Рассказываем о каких-то свойствах. Кроме этого можно автоматизировать, допустим, цепочку писем. На B324 можно собирать автоворонки. Очень модное такое название. Но суть в том, что есть у нас клиенты, которые занимаются обучением, у них полностью выстроено автоматизировано… То есть, есть сценарий, где у них полностью клиент ни разу не общается с менеджером. То есть, все происходит на автомате. И только в случае, если клиент, допустим, не реагирует на какие-то ветви вот этой воронки, да, то есть, если он не реагирует, например, на какое-нибудь скидочное приложение или на письмо, тогда подключается менеджер. Это позволяет снизить нагрузку. И, кроме того, сэкономить средства, ну, на зарплаты, в том числе, чтобы менеджер занимался только сложными какими-то случаями. А так вы получаете все на автомате. Кроме этого можно делать уведомления или отправлять задачи руководителю. Например, вы видите… Или отдел у контроля качества. Вы видите то, что у вас некачественный лид или сделка ушла в отказ по какой-то причине. Это все может приходить руководителю. А есть еще один классный инструмент – это туннели продаж. Это когда, допустим, у вас компания занимается продажей автомобилей, а еще и автосервисом. После того, как клиент прошел всю воронку по покупке автомобиля, вы его отправляете в сервис, и ему сразу автоматически ставится задача через сотрудникам сервисного отдела, менеджерам, чтобы он через два, допустим, месяца или через год, в зависимости от того, когда первое касание сообразно, менеджер мог позвонить. Причем это работает и в плане успешных сделок. Вы берете своего клиента на сервис. И в плане неуспешных, если вы понимаете, что вы проиграли, а машину он купил в другом автосалоне, на сервис вы к себе его все равно каким-то предложением заманить можете. Да. Очень круто для фитнес-абонементов, для страховщиков мы делали такую историю, и для тех, кто собирает платежи, например, сейчас скажу, как они называются, ЖКХ. Для них у нас есть готовые кейсы. Но для ЖКХ там много, на самом деле, казалось бы, да, такой странный аналоговый бизнес, но там очень много автоматизации можно сделать. То есть вплоть до того, что, допустим, у вас что-нибудь сломалось в доме, приходит ремонтник, он фотографирует результат этой работы, действительно, рабочий кейс отправляет это обратно в СРМ, фотографирует то, что он это выполнил, а не просто сказал, что выполнил. Соответственно, вот до такого уровня можно довести автоматизацию. Так, это что касается роботов. Михаил, есть что добавить по роботам? Ну, наверное, я чуть-чуть обобщу, что роботы – это автоматические алгоритмы, которые за вас выполняют работу. Вот Константин рассказывал про кейсы вообще неучастия человека. Можно сделать автоматизированный весь процесс. Можно просто помогать в каком-то месте, там, сервисными сообщениями. Ваш заказ готов на выдаче. Не обязательно звонить, можно автоматом отправить там сообщение, смс-ку или в чат какое-то сообщение. То есть это все минимизирует ваши действия. И второй момент – оно может контролировать ход выполнения работы. Мы говорили про скорость, когда нужно обработать лид. Очень быстро, и вы говорите, там, если в течение часа этого не происходит, робот может присматривать. Не изменилась стадия сделки в течение часа. Он написал менеджеру, слушай, побеги быстрее, потому что время критично. Да, тут всегда, тут еще нужно понимать, что, допустим, сбор долгов – это тоже можно повесить первые шаги на робота. Допустим, у вас, я не знаю, там, вы занимаетесь оптом, и у вас задолженность, короче, дебиторская у вас организовывается. Вы продаете в кредит условно. В таком случае у вас создается цепочка первичных касаний, которые сначала письмо, потом письмо, допустим, с разъяснением от лица руководителя. Потом претензию вы можете даже автоматически отправить. И потом уже, ну, и до какие-то моменты может вмешиваться менеджер. То есть тут зависит от того, как вы это хотите сделать. В принципе, автоматизация, нужно правильно ее только применять обязательно, она нужна тогда, когда у вас есть регулярные действия, которые вполне легко описываются, и которые можно переложить на робота как раз-таки. По поводу производства, да, у нас есть кейс с бетонным заводом. Очень интересная история. Там документация самого вот этого завода от Siemens, она примерно 400 страниц занимает, такой огромный талмуд, в котором как раз-таки можно задавать с помощью прямо с Литрикса отправлять задания на печать, ну, на замешивание определенного типа бетона. Есть вещи, которые все равно нужно делать вручную, например, заполнять баки для песка там и цемента, но производство тоже хорошо интегрируется. Тут, правда, всегда вопрос к самой реализации. То есть нужно понимать, что все абсолютно за автоматизировать иногда и не нужно. Иногда нужно создавать уведомления, когда что-то идет не так. Вот, потому что если мы все абсолютно за автоматизируем, ну, как бы по тому, как оно должно работать, мы можем наткнуться на то, что фактически с реальностью это не бьется. Это частая проблема. По производству есть еще один момент. Соответственно, по производству есть момент, где у нас есть согласование различной документации либо проектный запуск какого-нибудь нового прототипа. То есть там обычно как идет? Прототип, серийный... А, прототип, тестовый образец, серийный образец и так далее. Вот обмен этой документацией на производствах, его можно автоматизировать в Витриксе. Потому что здесь классная база для обмена информацией, именно там согласования документа и так далее. Чуть-чуть еще немножко влезу. Вообще согласование документов отдельное. Большая классная история. Мы про нее сейчас не сможем поговорить детально, но там и автоматическое формирование документов, и запуск их по маршруту, и отслеживание этих процессов. Все внутри есть. Я предлагаю сейчас успеть показать работу с существующей базой CRM-маркетинг. Потому что мы привлекли трафик, мы его обработали, приземлили, никого не потеряли по дороге, но просто так выбросить его на один раз очень жалко. Нужно уметь работать со своей базой, смотреть, что такое сегменты, как их использовать. Да-да-да, сейчас открываю эту самую трансляцию. Еще важно, что вы можете все это синтегрировать с 1С, и в таком случае у вас там и счета, и платежи, и акты, они тоже могут автоматически отправляться. Так, допустим, у нас есть блок CRM-маркетинг. Его должно быть видно сейчас, да, видно. Соответственно, здесь вы можете подключать самые разные каналы, либо настраивать рекламные кампании, там, Яндекс.Директ и так далее, либо сразу создавать, ага, либо сразу создавать email-рассылку. Так-так-так-так-так-так. Со звонка мы попробуем, да. Соответственно, например, у вас может быть голосовая рассылка. Здесь сразу есть шаблоны. Кроме этого, вы можете создавать сегменты определенные, там, допустим, здесь предустановленные есть. Это закрытые сделки, там, 30 дней назад, например, для того, чтобы делать один из кейсов, это контроль качества. То есть, например, если вы хотите провести кампанию по контролю качества, то вы можете сделать голосовую рассылку вот таким образом. Соответственно, здесь легко настраивается, ну, как только у вас выкуплен номер либо от Витрикса, либо, соответственно, либо от этих АТС-партнеров, да, то вы можете, от телефоней партнеров, то вы можете, соответственно, настроить здесь номер. И, соответственно, либо загрузить свою запись, либо сгенерировать текст самостоятельно. Здесь у вас есть инструмент для тестовой отправки. Он хорош тем, что вы предварительно можете посмотреть, как, ну, прослушать сами, каким образом это будет выглядеть. Сейчас попробуем, допустим, создать сегмент. Здесь у меня достаточно мало их, и они все в лидах, допустим. Мы можем выбрать сконвертированные лиды. При этом нужно понимать, что здесь написано динамический список получателей. Это всегда, это означает, что он постоянно обновляется. Если у вас появились новые лиды, то таким образом это будет работать. Вы можете просмотреть, какие лиды это будут, основную информацию по ним, то есть очень удобно контролировать. Либо вы можете использовать свой набор e-mail адресов, либо телефонов. Единственное, что следите за форматом. Это важно. Таким образом, мы можем создать первую тестовую рассылку. Сейчас, что еще? Это больше ничего и не нужно, допустим. Так, не заполнено поле номер. Да, соответственно, нам нужно будет настроить номер. Сейчас в рамках теста мы это быстро не сделаем. Единственное, Михаил, есть ли какой-нибудь другой инструмент, который мы прям быстро можем настроить по CRM-маркетингу? Как думаешь? Сейчас нужно сказать про общий смысл, то есть показывать инструменты. У нас есть отдельные обучающие курсы, где детально мы рассказываем, показываем, какие поля, какие данные вносить, чтобы все заработало. А нам сейчас нужно сказать больше про кейсы, что можно с этим CRM-маркетингом решить. То есть... Да. Из распространенного, смотрите, первый есть момент, это дозагрузка основных мощностей. Например, вы понимаете то, что у вас в СТО резко упала загрузка, например, в вашем, или в вашем бьюти-салоне. Тут суть просто в том, что и там, и там есть рабочие места, наше основное ограничение бизнеса, это как дозагрузить, от дозагрузки зависит, какую прибыль мы получаем. Соответственно, как только мы понимаем, что у нас недозагружено, мы делаем рассылку, либо e-mail рассылку, либо SMS рассылку, там, мессенджеры, если пользователи к нам обращались через них, либо звонком. Таким образом мы контролируем ее. Второе, это сбор дебюторской задолженности. Тоже хорошо работает. То есть понятное дело, что на самых оголтелых таких клиентов, которые не хотят отдавать деньги, это не подействует, но, по крайней мере, напомнить тем, кто задолженность вернуть хочет, это хорошо отработает. Кроме того, можно создавать рекламные кампании конкретной целевой аудитории. Допустим, вы провели какое-нибудь обучающее мероприятие по, не знаю, по медицинский маркетинг какой-нибудь, как устанавливать определенные брекеты. После этого вы берете на всю эту аудиторию, откручиваете объявление, то есть здесь он достаточно просто делается, интегрируется в кабинет, в котором вы приглашаете стать партнером и заниматься как раз-таки, ну, пройти обучение, либо платное по установке этих брекетов, либо что-то еще. Куча задач на самом деле решается. Сейчас еще один момент. Еще классная история, это когда мы берем, мы выстраиваем цепочку таких напоминаний о себе. Есть такой момент, то что считается, то что есть эффективное количество касаний клиента. Есть эффективное минимальное, есть эффективное, ну, оптимальное. То есть 12 касаний клиента, если за 12 касаний для B2C он с нами не протонтактировал, если он не стал нашим клиентом, то, скорее всего, там повышать, еще больше создавать касания, это там спорная ситуация. Их нужно либо менять как-то, либо, ну, либо перестать с ним коммуницировать, зависит от того, от типа вашего бизнеса. Соответственно, в данном случае вы можете контролировать как раз-таки количество касаний, которое будет происходить с вашим клиентом с помощью этих дополнительных инструментов. Они очень круто помогают. И опять-таки, у вас для этого есть модуль серая маркетинг, у вас для этого есть триггеры, чтобы всю воронку эту простроить. Кроме этого, у вас есть инструмент еще, генератор продаж, который позволяет вам, тех клиентов, которые уже с вами проконтрактировали, вернуть обратно с помощью, там, письма, с помощью каких-то дополнительных инструментов. Потому что все мы знаем, что привлечение клиента сейчас стоит очень дорого, вкладываться в него нужно достаточно аккуратно, ну, следить за экономикой. А повторный клиент, мы ему всегда рады. Ну, по сути, вот CRM-маркетинг – это то, чем нужно заниматься прямо сейчас. В условиях, когда бюджетов вроде бы не очень много, их нужно потратить на привлечение, очень здорово отрабатывать тех клиентов, которые у вас уже есть в базе. Вы смотрите, кто это, и сегментируете. Те, с кем вы общались в прошлом году, и давно не было сделок по ним, например. Вы начинаете заново продавать им что-то. Те, кто покупал у вас один продукт, а у вас появился новый, ну, примеры из первой части вебинара, когда вы делаете небольшой заход на там тестовый продукт какой-то, выводите на рынок что-то новое. Взяли тех клиентов, которым близок такой продукт, и нацелились на них. Клиенты, у которых, там, не знаю, события дней рождения, генератором продаж вот просто один раз сформируется, и каждый раз менеджеру будет ставиться условно задача «Отработай, пожалуйста, если вы персонально работаете с клиентами, клиента, у которого через две недели, например, день рождения». То есть кейсов очень-очень много, это в основном про работу со своей постоянной аудиторией, к этому очень пристальное внимание сейчас нужно обратить. Так, мы время, которое на вебинар у нас было, практически использовали. Я, Костя, предлагаю немножко зафиналить. Так, да, я скажу про один классный еще кейс. Это продажи в чатах, либо, соответственно, превращение своего вот телефона в терминал. Это очень крутая история. То есть, соответственно, у вас весь учет денег может быть. Здесь также можно принять наличные. Там, соответственно, обычно этот вопрос возникает. Ну, либо оплата по QR-коду. Очень крутая история. Так, по поводу... Еще один момент. Часто возникают вопросы по поводу интеграции с 1С. Тут очень многое зависит, честно, как интегратор вам скажу, от того, какой версией 1С вы пользуетесь и насколько сильно вы ее распиливали, корректировали. У меня есть один клиент сейчас, который отказывается... Ну, не то, что отказывается, он переводит огромное количество процессов прямо в Bittrex. В том числе... Ну, причем партнер-застройщик. Клиент-застройщик очень большой. То есть там логика в том, что огромное количество операций, оно будет происходить в Bittrex и в 1С, только там зарплата и учет, соответственно, и сдача налоговой отчетности. Потому что таким образом можно всю-всю компанию, понятный интерфейс, к которому достаточно быстро люди привыкают, можно завести и держать компанию в одном информационном поле. Соответственно, что еще хочу добавить? Так, хочу добавить то, что если вы ведете маркетинг сейчас, допустим, с каким-нибудь агентством или с маркетологом, добивайтесь того, чтобы он вовлекался в работу в CRM, потому что без этого, ну, просто смысла нет. Вы представляете, какое огромное количество смыслов, какое огромное количество информации оно теряется на стыке, когда человек, который кликнул, приходит и становится клиентом. Если вдруг ваш маркетолог не следит за этим, то его стоит обязательно к этому приучить, иначе вы будете просто тратить гораздо больше денег на привлечение. Одна из задач, которую нас обычно и приглашают, это соптимизировать маркетинг. И мы лезем, казалось бы, не в рекламные системы, в первую очередь, а смотрим, что происходит внутри с клиентом. Высоких вам продаж и отличных конверсий. Надеюсь, что был полезен. Рекомендую ознакомиться, кто еще не в Битриксе, то попробовать установить тестовую версию, посмотреть, каким образом это может быть полезно. Кучу отраслевых кейсов вы можете прочитать. Если какой-то вопрос будет вдруг всегда рады помочь, контакты мои есть, можно писать мне, либо переходить на сайте посредством. Михаил? Да, друзья, большое спасибо вам за участие. Мы сегодня постарались вам, ну, достаточно в сжатые сроки дать большое количество информации. И теоретически, что делают сейчас пользователи, как они ведут, как меняются их привычки. Что вам, как маркетологу, нужно сейчас изменить в своем поведении? Каким инструментом точно нужно обратиться сейчас? На что, может быть, прям особенное внимание не обращать? И с точки зрения инструментария Bitrex 24, мы не рассказывали детально, как это сделать. Я бросал в чате ссылку на хелпы. Мы рассказывали с точки зрения кейсов, что позволит система вам сейчас делать. Следить за деньгами, которые поступают, отрабатывать абсолютно все заявки, нельзя терять клиентов сейчас никак, и использовать, конечно, вашу существующую базу клиентов, за которые вы уже заплатили, и работайте с ним в дальнейшем. Если будут дополнительные вопросы, вот, опять же, спринт-скрин, контакты Константина можно сфотографировать. Мы пришлем материалы, запись этого вебинара, презентации, которые были сегодня у спикеров, на вашу почту. Удачи! Все вопросы, которые касаются Bitrex, логики работы или маркетинга, Константину можно смело адресовать. Да, спасибо. Всего доброго. Друзья, удачи!